В скором времени выйдет книга, написанная мною под названием «Является ли ширком для мусульман звать кого-то, кроме Аллаха?» Иншаллах, эта книга скоро выйдет, и там я привожу множество шариатских доводов о дозволенности золок умершим людям и находящимся далеко. Там достаточно доводов. Дорогие братья, вы все должны знать, что, цепляясь за эту дуа, ваххабиты стараются вести в заблуждение мусульман, обвиняя людей тарихата, выдало поклонничество. Один ваххабит сказал мне, вы, читая эту дуа, сначала взываете к устазу, а потом просите у Аллаха, мол, здесь вы устазу ставите на первое место. Я ответил, мы делаем так, как учил нас пророк, саллиллаху алиаму салам. И эту дуа мы читаем так, как он нас учил. Почему? Да потому что есть хадис, как пророк, саллиллаху алиаму салам, учил слепого старика делать дуа. О, Господь, посредством Тебя я обращаюсь к Твоему пророку Мухаммаду. Вот так учил сам пророк. И мы тоже в начале дуа говорим, о, Господь, Ты прими то, что мы прочли. То есть сначала, как и положено, просим у Аллаха. Затем пророк учит слепого продолжить дуа так. О, Мухаммад, я посредством Тебя прошу у Аллаха помощи. Как видим, во второй раз пророк учит слепого вызывать к себе. И мы, так же, как велел пророк, саллиллаху алиаму салам, сперва просим у Аллаха, а во второй раз, как учил пророк, саллиллаху алиаму салам, вызываем кустазом. Далее в том хадисе сказано, прости еще раз у Аллаха. И мы в таком же порядке. Сперва просим у Аллаха, потом вызываем кустазом, и в конце снова просим у Аллаха. Это именно тот способ чтения дуа, которым учил сам пророк, саллиллаху алиаму салам. И в нашем зоне кустазам присутствует и зон к посланнику, поскольку цепочка сельселя этих кустазов идет от самого пророка, саллиллаху алиаму салам. Братья по вере, вы поразмыслите над этим. Я, иншаллах, или статью напишу, или передачу подготовлю на эту тему, поскольку материала много, но здесь, чтобы разговор не затягивался, я укорачиваю. Все, что здесь сказано, это сунна пророка, саллиллаху алиаму салам, повеление пророка, и что-либо, выходящее за рамки сунны посланника Аллаха, я здесь не рассказал. Все, чему нас обучают наши наставники, шейхи, соответствует пути пророка, саллиллаху алиаму салам. И нам следует благодарить Аллаха за то, что посредством их Всевышний одарил нас многочисленными.